Здравствуйте! В этом видео я хочу вам показать самомассаж коленного сустава при помощи меда. Это медовый массаж. Медовый самомассаж. Не так давно, летом, я повредила колено, упала с велосипеда, немножко его, видно, потянуло мышцы, и оно начало подхрусткивать, и чуть-чуть появилась такая боль. Я вспомнила разные виды массажа, и вот массаж медовый мне тоже понравился в числе других, которые я применяла для этого. Поэтому я вам рекомендую сейчас посмотреть, как же я делала этот самомассаж. Для того, чтобы сделать медовый массаж, естественно, нужен мед. Мед должен быть натуральным, он должен быть засахаренным. И перед тем, как делать массаж, его нужно поставить на такую водяную баню, где такая тепленькая, хорошо теплая вода. Но ставить на открытый огонь, доводить до температуры свыше 40 градусов не стоит, потому что меняются тогда питательные ценности меда, и массаж будет неэффективным. И так как это самомассаж, показываю его на своем колене. Так, поднимаем, чтобы ничего не сдавливало ногу. Лучше вообще снять и массажировать можно и область колена, и аж до тазобедренного сустава будет еще лучше. Ну, я вам показываю область колена. Итак, мед нагрелся, тепленький. Наношу его на свою ладошку. Смазываю область массажа. Нужно бояться наносить мало, ну и не нужно много. Немножко вот так растираем. И постепенно ладошкой делаем вот такие движения. Сейчас он еще тепленький, его много. Постепенно она начнет впитываться. Берем такие хлопки. Этот массаж очень хорошо для коленных суставов, так как эти все мышцы расслабляются и кровообращение улучшается. Идет приток крови к суставу коленному. Уже начинает краснеть. Даже вот так вначале похлопать. Разогрелась. Я когда делала такой массаж для колена, потому что, сейчас я вам покажу, у меня здесь вот небольшая такая травма была на коленке. Осталось пятнышко. Уже зажило. Я упала с велосипеда, ободрала ногу и немножко ударила с коленом. И я почувствовала вот этот хруст такой. Пару раз делала компресс. А потом я поняла, что потянулись мышцы, потянулись сухожилия от самого колена до бедра во время падения. Поэтому я решила применить вот эти вот виды массажей, которые я вам покажу в этом видео. И мне помогло. У меня улучшилось состояние буквально через неделю. Да, видите, это начинает краснеть. Когда мы выполняем такой массаж медовый для спины, то его надо, конечно, делать очень долго. Почему этот массаж считается дорогим, дорогостоящим? И лучше, конечно, те части тела, которые вы можете достать сами, лучше делать его самой или самому. там, где вот у меня уже оно, конечно, размассажировано, а когда, ну, то есть оно не больное. А если вы вздумаете повторить, вы увидите, что вначале выступают такие вот, как бы, неравномерные кровообращения, такие белые, даже желтоватые пятна, это говорит о том, что нет нормального кровообращения. Я многим делала такой массаж в свое время, когда массажировала людей. Это была моя работа, моим поработком. Людям очень нравился такой массаж. Здесь он более такой болезненный, на спине может быть чуть-чуть легче. Могут быть такие маленькие вот синячки, видите, даже такие кровоподтеки. Это тоже хорошо. Тогда возобновится там кровообращение, улучшится лимфоток. Эти капилляры обновлятся. старые, старые там все будет уходить, оно будет нарастать, возобновляться. Вот так. Только не вот так рвать, так сильно больно, а вот так вот, смотрите, вот так постепенно, вот так ручками, видите, какое кровообращение. Ни один нас, ни один компресс вам не даст такого кровообращения. Видите, на ваших глазах буквально за несколько минут уже пошла такая вот реакция. Ну, по известным причинам я не показываю всю свою ногу. Моя цель показать вам, как это делается и как образовываются вот эти пятнышки которые со временем уйдут, а кровообращение улучшится. И, естественно, колено не будет болеть. Убирается хруст в колене. Потому что вы же понимаете, все то, что мы даже может быть там пьем какие-то кальций, магний, там, это метро для улучшения связок и так дальше. Если не будет нормального кровообращения, то все эти питательные вещества, они не будут попадать в нужное место. Так, продолжаю. На коленке вот здесь даже приятно. Здесь аккуратненько можно пальчиками вот так обрывается. если хотите быстро, то только можно ребром пальцев рот. Если же ладошкой или пальцами вот так, то это надо делать медленно. Самое главное, что такой массаж вы можете делать в любое время и от него будет хороший эффект, хороший результат. вот на такой области надо делать где-то до 15 минут. После того, как появляется такая взбитая вроде бы мед. Это все шлаки и токсины выходят с клеток, с капилляров тела. Таким образом тело очищается. эти пятна сойдут через 4-5 дней и такой массаж можно будет повторить опять в той области на которой вы делали массаж. После того, как массаж сделан, на ладошках должны появиться такие еще белые сгустки грязи, которые выходят из-под кожного вот этого слоя. Поэтому массаж всегда нужно закончить. Потому что цель массажа такого не просто разогреть тело, а вот добиться того, чтобы такое вот беленькое все вот это вот появилось. Это вот грязь. вышла из кожи. Да, чем дальше мы делаем, тем уже не так болезненно. Уже тело привыкает, но все равно ощущается. итак, первое правило должен быть хороший мед. Мед должен быть засахаренным, чуть-чуть подогретым и массажировать аккуратненько аккуратненько переводя вот так вот раз вот так вот. Постепенно поднимать ладошки все тяжелее оно хорошо сватывается с кожей и как раз вот уже сейчас вытягивается вот это все белое некрасивое и ненужное для организма. Видите, на ладошках появляется вот такая неприглядная даем по чуть-чуть отдыхать себе, но ненадолго. вот это можно сказать массаж подходит к концу. То есть должны появиться вот такие места и даже получается дальше, что это пятнами такими даже где-то есть. Это белое такое ненужное шлаки уходят, токсины, омертвевшие клетки. Бывают у людей на спине, на позвоночнике, именно там где боль, где более болезненно больше всего и тянется. Хотя тянется по всему. Если правильно делать. Все. сейчас можно взять надо сразу смыть это все. Я иду в душ, все это смываю. Можно если в каких-то более походных условиях, то конечно надо иметь какое-то махровое небольшое полотенечко, все это промокнуть тепленькой водичкой, хорошо вымыть, хорошо вымыть. Кожа становится приятной, гладкой такой. Сейчас я вам покажу. Смываю это все тепленькой водичкой. Вы видите разницу между тем, где я делала массаж и какая кожица осталась здесь повыше. Дальше наносим любой питательный хороший крем. Можно камфорное масло, можно даже оливковое масло. Хорошенько все это растираем легкими такими движениями и даем телу отдохнуть. Можно даже полежать, если это массаж спины или вы сделаете массаж полностью всей ноги. аж до тазобедренного сустава. Очень хорошо такой массаж делать и можно сделать даже самомассаж тазобедренного сустава. Часто улюей болит такой массаж. Можно если сильные руки, если руки не болят, то можно сделать такой массаж самомассаж с одной стороны, потом с другой. Конечно, это требует каких-то усилий, но тем не менее это очень полезно и избавит вас от боли буквально в ближайшее время. Несколько массажей вы сделаете. Это не нужно бояться вот этого всего. Все это пройдет. Это говорит о моих застойных явлениях. Здесь тоже идут каналы для всего организма, поэтому очень важно это все промассажировать, убрать вот эти глубокие застои. У многих сверху прям есть такой целлюлит, это тоже скопление шлаков, токсинов. Короче говоря, наше здоровье в наших руках. Трудитесь, делайте и будет вам счастье. Вот я видите, растираю с усилием, ничего не болит. Это массаж только во благо. Абсолютно не смотря на то, что казалось бы вот такие травоподтеки идут. Ну, я сейчас сделаю сама самостоятельно массаж сюда вот до конца. Это все размассажировать надо, чтобы пошло лимфопоток аж сюда к лимфе по лимфопотоку паховую область. Есть и противопоказания к этому массажу. Это повреждения кожи, это заболевания кожи, это всевозможные такие сосудистые звездочки на коже, это потерявшие тонусы и такие выпуклые выделяющиеся вены. В этих случаях массаж противопоказан. Во всех остальных это будет вам только на здоровье. Поэтому делайте такой массаж, будьте здоровы и до следующих видео.